Уже после фронта. Все фотографии, вырезки из газет бережно хранятся в семье Сукмановых. Но главных для каждого бойца наград – за боевые заслуги, за отвагу – нет ни на журнальном столе, ни на груди ветерана. Я их положил на этот этап, а потом мои дети еще маленькие были. Взяли и в чхику поиграли, потеряли. Это Илья Григорьевич вспоминает с улыбкой, но первый вопрос о войне, и на глазах ветерана появляются слезы. И вот я, значит, связь уложил по кувету, и потом слышу – дик-дик-дик, по мне стреляют. Я, значит, по кувету стал ползти, и вот я полз, на мне был весь мешок. Весь мешок был два раза пробитый, а я живой остался. Но удача на войне – штука капризная. Два раза Илью Григорьевича тяжело ранило. Из-за последней травмы он долго восстанавливал речь. И даже после победы не мог самостоятельно приехать домой. Из госпиталя его забирала сестра. Половина тела была парализована, и невролов в госпитале посоветовала нетрадиционное лечение. Она и мне говорит, вот приедешь домой, ты сельский парень, вот, ты свою судьбу, свою жизнь с пчелами. Тебя пчелы будут жалить, а ты же это радуйся, это ужаление пчел, и яд тебе вот восстановит нервную систему. В 52 года Юрий Григорьевич проработал пчеловодом и держал дома насекомых до самой пенсии. А потом передал дело одному из сыновей. Свой недуг, паралич он все же смог побороть. А вот сейчас ветеран всякий раз не может выйти из дома. Каждый год его двор заливает. Ветераны его семья надеются, что к 9 мая огромная лужа просохнет. Анастасия Матвеева, Владислав Горбунов, Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok